Как и планировалось, деятельность Туристко-Информационного центра за два года превратила Дмитров в одно из самых популярных туристических направлений Подмосковья. Ежедневно Туристко-Информационный центр на одной из главных площадей нашего города посещают организованные группы, а также индивидуальные туристы. Наша задача как Туристко-Информационного центра, курирующего то, что происходит на территориях, это, конечно, скоординировать эту работу таким образом, наладить информационный обмен между ними, чтобы было продвижение в целом не только той территории, где они находятся, но и территории вообще всего региона Московской области. И эта услуга должна, конечно же, предоставляться качественно. То есть, единая система ТИЦ Подмосковья – это некий бренд хорошего предоставления качественной услуги информации и продвижения территории. Основной функцией ТИЦ является предоставление бесплатной информации об объектах культуры, истории, общественных и спортивных событиях, а также о гостиницах и объектах питания, расположенных как в черте города, так и за его пределами. Динамика постоянно развивается. С каждым годом у нас становится все больше и больше поток. На сегодняшний день поток в месяц составляет где-то примерно около 1000-1200 человек, которые проходят у нас через ТИЦ. Мы даем им более подробную информацию об объектах культурного наследия, о достопримечательностях, которые можно здесь посетить, соответственно, об экскурсионных маршрутах и программах. Даем возможность людям быстрее сориентироваться по городу в плане, ну, так скажем, посетить, какие можно посетить музеи, все, что касается объектов питания, развлечений. То есть это вся более полная информация. Даем возможность, даем карту бесплатно. Кстати, ТИЦ обеспечивает работу единой информационной базы данных объектов туристической индустрии по Дмитровскому муниципальному району. Работает специально разработанный портал. Как отметила Виктория Финогенова из ныне действующих на территории Подмосковья 36 туристко-информационных центров, такой сенсорный помощник есть только у нас. Здесь все для туриста. Электронная карта, бесплатный Wi-Fi, телефоны, адреса и все другие необходимые контакты. Я считаю, что это очень удобно и было бы здорово, если бы такие центры располагались не только в одной точке города, а были в различных местах. Например, если туристы, вот как я, допустим, прибывают общественным транспортом, вот в частности на железнодорожный вокзал, было бы очень удобно сразу на месте зайти, получить всю необходимую информацию и с удовольствием изучать город, имея полное представление о нем. Очень полезная вещь, потому что здесь собрана информация не только о Дмитрове, но и о соседних регионах, очень много интересного, полезного. Также здесь можно купить сувенирную продукцию, то есть как-то все так сплощенно, в одном месте собрано и очень удобно. В этот же день в торгово-промышленной палате на базе каворкинг-центра прошло совещание, посвященное теме развития туризма в городе и районе. Оно прошло под председательством заместителя главы Дмитровского района Елены Виноградовой. В нем, помимо начальника отдела культуры Анны Садовой, приняли участие также предприниматели и руководители объектов, которые так или иначе связаны с туристической деятельностью. Елена Виноградова еще раз напомнила, что по итогам работы за 2016 год в туристической сфере Дмитровский район занял второе место по Московской области. Мы входим в топ-10 самых лучших муниципальных образований по развитию индустрии туризма. И это место требует дальнейшего должного финансирования данной отрасли. Уже сейчас выделены средства на обустройство в городе пешеходной навигации. В скором времени в городе появится 40 знаков. На данный момент формируется районная программа по развитию и популяризации туризма. Помимо пешеходной навигации также разрабатывается проект туристических веломаршрутов. Планов и работы над их воплощением в реальность очень много. Поэтому Елена Виноградова призвала всех присутствующих работать сообща, стать командой единомышленников. Ведь туристическая деятельность благотворно скажется не только на имидже района, но и будет приносить дополнительные средства в городской бюджет.